Иван Кириллович Яковлев родился 5 августа 1918 года в селе Чернолесское на Ставрополье. В 1940-м окончил Кемеровское артиллерийское миномётное училище. Во время Советско-финляндской войны командовал миномётным взводом. Великую Отечественную прошёл от трагических дней лета 41-го до победы в мае 45-го. Гон взвода, родный, затем командир дивизиона. В боях Иван Кириллович был дважды ранен. После войны Иван Яковлев оканчивает Академию бронетанковых войск, позднее Академию генштаба. Проходит службу командиром танкового полка, замкомандира и командиром дивизии. Занимает ответственную должность заместителя командующего Московского военного округа. Возглавив в 1968 году Главное управление внутренних войск внутренней и конвойной охраны, Иван Яковлев преобразовал конвойные части в мобильные охранные войска, способные вести разведку, боевые действия вдали от места дислокации. Вот приход из другого ведомства в эти войска было сделано с целью, ну как бы, внесения нового импульса в эту службу. Будучи человеком весьма опытным, боевым генералом, строгим военачальником, не допускавшим никакой расхлябанности, никакой такой отсталости, стремящийся внести много нового в существующую традиционную, допустим, систему. Не меняя принципиальных функций и идеологии вверенной ему структуры, Иван Кириллович Яковлев придал ей эффективные средства в выполнении своих задач. Обеспечение общественного порядка, охраны важных гособъектов, защиты территориальной целостности государства и помощи населению при природных и техногенных катастрофах. Олимпиада-80 и взрыв четвертого реактора Чернобыльской АЭС – два события, проверившие прочность структуры, выстроенной генералом Яковлевым. Действия 20 тысяч бойцов внутренних войск во время московских игр сейчас считаются образцовыми. После взрыва реактора в Чернобыле в зоне поражения радиации оказались огромные территории. Нужно было эвакуировать население, обеспечить охрану зараженной местности, начать ликвидировать последствия катастрофы. Генерал Яковлев лично приехал в зону катастрофы, получил облучение. Генерал армии Яковлев принимал участие непосредственно в руководстве в этом деле, приезжал на место трагедии. Его личный пример, личное мужество, то, что такой военачальник, как говорится, командующий войсками, мог бы и с Москвы руководить, но он непосредственно приезжал туда. И не один раз заместители были на местах. На местах это все было видно, гораздо проще было все организовать. Первые годы было очень сложно, потому что папа служил в Румынии. Сначала учился в Москве в академии, потом служил в Румынии. И практически я начала с ними жить только со второго класса. И вот во втором классе действительно все свободное время, умерял в своей семье. Мы очень много путешествовали, мы тогда в Румынии. Мы ходили на охоту, говорили папу. Я могла с ним поделиться любой, так сказать, своей проблемой. Я всегда находил время, он мог отложить все свои дела, так сказать, заняться именно моими проблемами. Если он был не готов ответить, он говорит, подожди, я узнаю, я уточню. И затем встречались снова. Ну, нет. Поэтому все, что я имею, все, что я достигла, это на большую честь заслуга мне получится. С поста главкома Иван Яковлев ушел в 1986 году. Но еще долгие годы был советником группой генеральных инспекторов Министерства обороны. 13 сентября 2002 года Иван Кириллович Яковлев скончался. Он ушел, оставив России, всем нам, войска, способные противостоять самым опасным нынешним угрозам – современную и эффективную внутреннюю стражу. До сих пор Ивана Яковлева во внутренних войсках ценят и любят так же, как в воздушно-десантных легендарного генерала Василия Маргелова. Продолжение следует...